занялись картошкой сейчас переберем ее так надо ведро взять это у нас будет хорошая там сейчас плохую ведро вот здесь вот в одном месте она прихватила ее вон она мокрая прям течет с нее мягкая с одной стороны да не это не мягкая мягкая вот-вот попробуй мягкая это вот нет нормально это просто мокрая офисе и знает лёшек да нет это нормально она просто мягкая такая вот мягко мягкая вот-вот прям мягкая лишь лишь вот с нее течет она просто намокла от этой ничего оставлять вот это вот все хорошее это нормально уголок вот этот вот до подмерз ну что в общем перебрали мы ногу в принципе не перебирали а вот выбрали где она так всю перещупали вроде все тверденькая нормально вот это вот вся наша картошка что еще есть вот три сетки пока здесь идет процесс с картошкой лёшек пошел за хотим дощечки подложить потому что здесь у нас лежат листы металла вот и может поэтому подмерзает еще вот хотим постелить доски и на доске уже положить картошку и укрыть сверху вот мешками этими мешками или может сейчас там сарае есть пленка пленкой укроем вот чтобы не замерзла ладно это про картошку хочу вам вот масло показать в этот раз получилось какое-то не такое очень желтое не знаю почему в чем причина но я его в этот раз не очень отжимала знаете вот оставляла вот так вот чтобы с этой как сказать не знаю как сказать и вынесла вчера на эту на терраску почему не очень отжимала потому что она очень такое вот твердое знаете и вот даже когда она постоит вот при комнатной температуре она не размикает как вот это вот магазинная вот она есть терраски его занесла но как камень вообще его не сдавишь вот даже надо приложить хорошие усилия это это не вдавливается камешки такие вот вот это вот натуральное масло они то что продают нам магазине что его вот так вот раз и она вдавилась туда что там я не знаю воды полно или чего не знаю полно растительных жиров вот так вот так сделай и делай здесь себе проход вот здесь вот вдруг замерзнет вода чтоб ты мог пролезть да потому что вот так вот укрыли пленкой мешками с этой стороны вот эту не укрывали говорит не надо да вот ну ладно а вот это вот получилось у нас только мерзлась только замерзла не знаю сколько здесь тяжело килограмма четыре к ножи может пять она же мокрая какая она была сухая вот думали что будет больше надо деревянные поддоны потому что у нас там железки лежат до воздух не так было это еще железки от прежних хозяев остались вот на них видимо картошка не нужно заделывать все по периметру пены ну это летом будем смотреть это будем смотреть летом так все все так что потери небольшие ребята нормально а это курочка картошечка пойдет ну что вы знаете были сегодня в городе вот покажу что купила купила семена еще подкупила как их не купить или там как посмотришь глаза разбегаются все такие красивые вообще ладно покажу что купили купила сметанку вот такую вот хочу сделать тортик такой вот нашла вчера вот попался мне на глаза просматриваю этот вот яндекс джен да и там вот попадаются такие вот статьи и вот был тортик счет он привлек мое внимание такой оригинальной такой вот классный попробуем испечь с вами не знаю когда может даже завтра ну в общем на днях не буду говорить конкретно завтра на днях вот сметанка у меня есть сметанка баночка но там надо дело в том что надо 700 граммов сметаны вот взяла вот такая 20 процентная для тортика будут класс вот взяли листья шприцы и миллигама нам дали просто коробку целую коробку такую большую здесь осталась вот одна пластиночка 5 ампул вот надо ей колоть каждый день в течение 10 дней по 1 5 кубиков мельгама колола и я себе когда-то мельгаму да хотя ну не знаю от чего она я уже не помню когда колола от чего колола и вообще я не вникаю в эти все лекарства ребята потому что вот есть такие люди которые знают да вот от чего что почем сколько стоит от чего помогает все а я не вникаю почему вот если надо знаю только диклофенак от спины помогает вот все но парацетамол там от температуры по жизни вообще здоровый человек иммунитет хороший спасибо родителям сейчас очки вот очки так мельгама 294 рубля здесь здесь по кубику вот лески надо 05 здесь 5 ампула как раз на 10 дней вот и шприцы 10 штук на 66 рублей шприцы по 650 665 так ладно это уже вечером вечером ей сделаем так дальше что купила семена какие семена взяла вот кураж такой как люба присылала все говорят хорошие очень огурцы и сегодня я вот спрашивала в одном месте спросила в другом говорят уже нет были но закончились то есть их берут и их разобрали вот а потом еще пока я брала в общем эти огурцы мне женщина посоветовала взять огурцы феникс устойчивых к ложной мучнистой россии россия вот такие вот огурчики феникс позднеспелый она говорит будете с ними до поздней осени я говорит беру их уже давно сажаю каждый год и я очень довольна вот я взяла два пакетика вот зачем столько да но возьми один пакетик да и хватит ну не знаю так и взяла вот огурцы 5 звезд вот такой вот это ff1 гибрид супер гибрид двадцать первого века написано вон ну его сажала моя соседка я помню она мне говорила 5 звезд вот то есть очень урожайный такой вот ну на засолку она говорила что не идет на засолку ладно сделаем салат из в общем всех взяла по две пачки зачем столько не знаю насажаю в общем я с огурцами может что-нибудь останется на следующий год здесь какого и до двадцать пятого года эти до двадцать пятого эти до двадцать четвертого вот а вот эти а феникс до 23 нормально так и взяла цветочки какие цветочки в общем буду сажать как и раньше сажала вот я в этом году вот прошлом летом я только не садила а так садила и прошлом позапрошлым летом сеяла цинию и бархатцы чернобривцы чернобривцы так говорят на украине их называют бархатцы и мне они будут я сеяла их прям в грунт вот никакой не рассады ничего просто в грунт и вот какая у меня была красивая клумба ребята ну здесь теперь я посадила розы здесь теперь но может посажу вот самого краешку от этого или вот здесь впереди самого краешку вот так вот мы посмотрим короче взяла не очень высокие эти бархатцы кусты высотой ого до 90 сантиметров а чужина мне говорит они невысокие высотой а вот 20 25 сантиметров вот такие вот а вот эти вот но эти можно будут посадить а это цене уже бархатцы 20 25 сантиметров но это хорошо я их посажу впереди вот здесь где розы посажу впереди а ценю посажу по задней по задней стенке вот так вот значит какую взяла ценю цене крупноцветковая винно-красная вот такая вот высокая до 90 сантиметров вот дальше по 2 цене и орлина цветковая фиолетовая королева вот такая вот 90 сантиметров все они высокие вот я их посажу вот там вот от газона вот так вот что еще здесь и так это бархатцы и циния катрин лососевая вот такая вот тоже 90 сантиметров ребята просто балдеева от цинии и от бархатцев люблю их цене это у нас на украине называют майорцы знаю почему майор и майорцы а это чернобыльцы только они такие вот видите такие пышные оранжевые и желтенькие красивые насажаем и насею блин та которая говорила ничего не буду сеять и сажать ну и ладно ладно ну как нет как ничего не посеять и не посадить да еще ребята купила сковородку сковородку сковорода 26 сантиметров россия вот такая сковорода кукмара или марой не знаю как тоже называется кукмара или кукмара мраморная так это ценник который писал продавец хочу показать сколько стоит вот 1500 рублей 26 сантиметров диаметр вот такая сковорода с антипригарным покрытием высокопрочное антипригарное покрытие разработано в соответствии с высокими европейскими стандартами качества но скажу вам я и хотела кукмару эту здесь вот видите слои такие вот то есть сковорода такая вот фирменная хотела я ну смотрела в интернет магазинах дорого там двух с половиной тысяч блин вот такая вот хочу сказать спасибо и рачки из самары и рачка вам большой привет и большое спасибо такая вот сковородка одно какое прям ой гляньте как переливается до ух вот маты раша кукмара вот такая там была темная но теплая была со съемной ручкой но мне не нужна съемная ручка затем есть у меня в чем запекать его лоточки вот эти все есть мне просто нужно сковородкой и и черную не хочу хочу вот такую вот светленькую вот такая красивая такая гладенькая такая вот я довольна и ручка спасибо большое спасибо хочу еще одну сковороду только поменьше чуть поменьше может диаметром вот обновить свои сковородки у меня в принципе была одна сковорода такая вот нормальная она у меня была уже лет восемь мы ее покупали с лежиком как только познакомились для нашего хозяйства вот мне с ней повезло она была хорошая но сейчас она уже все она уже выработала свой ресурс но уже лет восемь вот уже стала прилипать приставать к ней все вот я уже давно хотела себе новой сковородки вот это вот 26 сантиметров не хочу еще взять поменьше вот и хотела еще посмотреть сегодня форму для выпечки но не было сегодня такая погода вот такая вот не приезжает к нам кто торгаши с посудой так что у меня новая сковородка ла-ла-ла вот вот такие наши покупки купили немного нам в общем-то ничего не надо из продуктов все есть вот вот только для тортика взяла тортик на днях и спичем классный такой такой оригинальный я такого еще не видела тортика испечем обещала испечь курник курник у меня как бы в голове на заметке вот тоже будем печь и сейчас просто есть что кушать вот а сейчас немножко подъедим и испечем курник что-то я вообще разговаривалась так ладно ребята пока до новых встреч люблю вас все